Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои водолеи, солнечные водолеи, лунные водолеи, а также все те, у кого асцендент водолеи, мы с вами сделаем расклад на февраль месяц 2019 года. Расклад будет у нас на двух колодах Таро. Вы видите необычные карты Таро. Два таких вот новых приобретения у меня в коллекции. Это у нас Святая Смерть. Основное угадание будет на этой колоде. Колода заставляет просто людей избавляться от всего старого, ненужного, отмершего и налаживать свою жизнь. И также дополнением будет Таро алфавит Дмитрия Невского. Чудесная колода. И в этом вы сейчас убедитесь. Итак, мы второстепенную колоду вспомогательную убираем пока что и начинаем тасовать карты. Пока я тасую карты, я хотела бы сказать вам, дорогие мои водолеи, многие из вас спрашивают, кто такие лунные водолеи, кто такие солнечные, у кого асцендент, где его взять, как найти. И начинайте в комментариях писать свою дату рождения. Этого делать не нужно. Это длительный процесс. И навряд ли я смогу вам ответить на эти комментарии. Кто хочет индивидуально ко мне записаться, ко мне на индивидуальные приемы, на личные приемы, пожалуйста, вайвер, ватсап, в описании к этому видео. Я вам все рассчитаю. Я составляю астрологические прогнозы. Могу вам сделать на 2019 год. Высылаю по e-mail вам на почту. И у вас остается это в распечатанном виде. Вы сможете читать это постоянно. То есть можно на год сделать. Также можно совмещение мужчины и женщины сделать. Можно при рождении ребенка составить гороскоп, натальную карту, чтобы понимать, куда ребенок хочет пойти, в какой вуз может быть поступать, какое направление выбрать. Такое тоже можно сделать. Также кто хочет личный расклад получить, вайвер и ватсап к описанию этому видео дается. Можете написать смс-сообщение. Я с вами свяжусь. Ни в коем случае не звоните, потому что график у меня расписан каждая минутка. И, в общем-то, навряд ли я смогу вам ответить. Итак, давайте сейчас мы посмотрим на февраль месяц. Что ждет, дорогих моих водолеев. Пока я делаю расклад, хочу вам сказать, что с 4 февраля на 5 февраля в ночь, в 00 часов 05 минут, будет новолуние. И солнышко будет в вашем первом доме. Это чудесный дом, о котором я сейчас расскажу. Новолуние будет, и по китайскому календарю это обозначать будет, что пришел год свиньи, желтой свиньи, земляного кабана. Ну, так как у нас в России любят отмечать различные праздники, поэтому, в общем-то, об этом я вам и говорю. Сейчас очень много стало распространено. И День влюбленных тоже не наш праздник, но его отмечают. И все остальные праздники, которые, в общем-то, это не российские, да. Ну, их отмечают у нас люди, любят отмечать праздники. Поэтому, кто только что зашел на канал, или, может быть, кто давно смотрит, уже наблюдается моим каналом, кто подписан, я предлагаю вам открыть у меня на канале плейлист, который называется «Праздники, ритуалы». И найти там видео, в котором я рассказывала, как встречать Новый год 2019, во что одеваться, что вкусненько можно приготовить, ритуалы, обряды, гадания интересные. Воспользоваться, пожалуйста, вы можете все это сделать с 4 на 5 февраля. Очень интересно, можно провести время. Итак, давайте мы с вами все-таки перейдем к гаданию и вспомним, что солнце будет у вас в первом вашем доме. Что это значит? Ну, это личность, это внешность, как вас люди видят, понимаете? Вы будете центром внимания. Первый дом – это вообще исполнение практически всех желаний. Вам вот зеленый свет во всех сферах открыли. Если вы захотите познакомиться, действуйте, у вас получится. Замуж хотите, просите своего партнера выйти за него замуж или жениться тоже, вы будете услышаны. Если хотите работу найти, то же самое найдете. Здоровье будет прекрасное. То есть первый дом – это вот во всех сферах у вас открыты дороги, пути. Это однозначно. Ну, что еще у нас может быть по первому дому? Ну, внешность, да, внешность. Вот вы, может быть, захотите что-то поменять в себе. Может быть, женщины захотят прическу сменить, стиль какой-то, одежды поменять. Вот что-то такое будет. Итак, давайте теперь по картам смотреть, что же конкретно здесь у нас видно. Итак, недвижимость. Что-то с недвижимостью будете решать, какие-то вопросы однозначно. Знаете, вот как недостроенный дом или неоплаченная квартира. Вот что-то, какие-то вещи будете. Вот, ну, могу сказать, что вы не сильно считаетесь чужим мнением. Даже бывают моменты, когда вы можете и по головам пройти и не заметить этого. Вот это вот в феврале месяце, в начало месяца будет прослеживаться. Так что следите за собой. Деньги. Денег будет достаточное количество. То спинтакли, это вот как какие-то выплаты, дивиденды, заработанные ваши деньги. Много денег будет в феврале. Не переживайте даже за этот вопрос. Единственное, что вот человеческие отношения, будьте повнимательнее к людям, которые рядом с вами. Потому что вы можете, ну, обидеть кого-то. Вот, вот просто нечаянно или как-то, да. Нет, здесь у вас идёт двойка пентаклей, выбор. Вы выбираете что-то, выбираете. Вы знаете, любовь вам будет послана, но вы как-то абстрагируетесь. Вы вот дистанцию, дистанцируете человека от себя. Или человек вас не устраивает. Ну, хотя вот по картам похоже, что человек неплохой рядом с вами. Либо вот вы не хотите нарушать свою вот дистанцию, не хотите вот, не знаю, соблюдать дистанцию. Или нарушать свой круг вот такой замкнутой жизни. Хотя у вас жизнь не замкнутая, но вы не запускаете к себе вовнутрь, в дом. Не любите перемены. Вот хотя вот по картам видно, что вы переменчивый знак, да, и водолеи, да, все переменчивые, изменчивые знаки. Но перемен вы не любите и не хотите менять что-то в своей жизни. Если к вам приходит вот гостевой брак, да, мужчина, вас вполне это устраивает. Или женщина, допустим, да, вы к ней ходите в гости. Вот это устраивает. Вот вы дальше с места сдвинуться не хотите. Даже если вы всем рассказываете, я хочу семью, я хочу создание там семьи, брака, жить вместе. На самом деле вы лукавите. Вы хотите быть одной или одним, да, вот такое вот какое-то идет в феврале. Вы не захотите создавать семью, это точно. Хотя у вас будет возможность, у вас рядом человек идет, и новые знакомства, кто хочет познакомиться. И с человеком, с которым вы живете, будут продолжения прекрасных отношений. Ничего такого плохого я не вижу. Интернет, вот знаете, звезды, звезда и награды за прошлые какие-то действия. Вы будете получать награды. Может быть, даже выплаты какие-то. Может, вы долго работали, и сейчас вы получаете денежку. И также это карта интернета. Может быть, вы работаете в интернете, или же будете, хотите проект какой-то в интернете, открыть свой канал, например, да. Тоже пойдет дело, если вы откроете. Или вот знаете, как магазин на диване, да, вещи какие-то в интернете продавать. Тоже пойдет. Пойдет, начинайте, не бойтесь, все у вас получится. И будем сейчас смотреть следующие карты, дополнительные вопросы. Это у нас с вами здоровье, работа, деньги, любовь. Смотрим. Здоровье будет очень крепким у вас. Вот просто крепким, хорошим. Но дабы не сглазить его здоровье, не надо всем рассказывать. Я такая замечательная, я здоровая, вот там еще что-то. Не нужно о своих качествах, о своих достижениях. Может быть, вы к здоровью к этому шли, через какой-то спортивный зал достигали, или еще как-то. И вот сейчас вы прекрасно выглядите, вы в прекрасной форме. У вас все внутренности, все органы хорошо работают. Не нужно хвалиться, чтобы не сглазить. Но здоровье прекрасное, прекраснейшее здоровье. Работа. Двойка динариев, знаете, то есть работа, то нет работы. То есть работа, то нет работы. Или же, может, это сдельная работа. Предлагают вам какие-то услуги, да, вот оплату за услуги. То нет работы. Ну вот, что-то, знаете, 50 на 50 идет такое, как... По поводу денег у нас тоже двойка, двойка кубков. Все как-то запутано. Видите, вот вы на распуте стоите. Вот эта карта двойка выбора, и эта двойка. Вот смотрите, вторая, старшая арканжирица. Двойка у нас идет. И двойка. Вот у вас двойка. Запутанная такая вот история, что насчет денег. Ну давайте так предположим. Кто работает, да, вот 50 на 50. Кто не сидит на месте, тот однозначно получит свои деньги, да. Кто не работает, бьет баклуши, как говорится, денег не получит. Вот смотрите, есть работа, нет, думайте сами. Десяточка, десяточка у нас появилась. Десятка жезлов, да, такая интересная. Карта. Ну, вот вы устали. Вот полезный какая-то, связанная с работой, перенапряглись. Вот поэтому 50 на 50. Вы знаете, я так подозреваю, что вы либо на больничном были, и то была работа, то не была работа, то были выплаты, то не были. Вот что там может быть и так. Хотя десятка, мы сейчас вот на любовь, да, а я перескочила, опять зациклилась, поэтому все-таки на любовь я достану еще дополнительную карту. Видите, ну карты как ведут меня, так я и говорю. Вот что чувствую, так и говорю. Ой, ну смотрите, какой интересный. Это нулевой, это шут, дурак, да, это начало-начал. Это какая-то спонтанность. Это однозначно, кто хочет найти любовь, найдет обязательно. Кто в отношениях состоит, будет веселье, счастье, новый всплеск отношений. Так что все будет прекрасно, прекрасно. Любовь будет. Но опять-таки не забывайте, вот по всему раскладу, вы отгораживаетесь, не отгораживаетесь. Хотите быть вместе, все в ваших руках. Будет счастье вам, если вы сами того захотите. Вот такой был расклад для дорогих моих водолеев. Я надеюсь, он вам был полезен, надеюсь, он вам понравился. Пишите в комментариях, какие расклады вы еще хотите видеть у меня на канале. Я вас всех очень-очень люблю. И желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви. И всего самого наилучшего в мире. Пока-пока.